И о сёстрах пока я не забыл. Не переживайте, я не буду напрягать, расслабьтесь. И будем справедливы к ним, потому что не все из них. Хвала Аллаху, хвала Аллаху. Есть ещё богобоязненные сёстры, в которых остались скромность и стеснение. Мы просим Аллаха защитить их и увеличить их. Но мы знаем. В общем, что происходит? И это начало процветать. Что происходит? Что хотят сёстры? Честно. Хотят ли они братьев, которые пытаются измениться, пытаются жить простой жизнью? Да, он не самый богатый парень в мире, но он пытается привнести религию в свою жизнь. Он тратит большую часть времени, пытаясь работать ради религии, работать ради уммы. А кто сейчас хочет выйти за такого брата, мужик? Каждая хочет кого? Нет, это несправедливо, ахи. Аллах видит, астахфираллах. Аллах, брат, такое не катит. Нет, брат, это не пример, это неправильно. Мы мусульмане, мы должны защищать наших братьев, даже если они неправы. Так кого они хотят? Кого они хотят? Конечно, братья, я хочу замуж за брата. И, вуалай, это не потому, что есть зло в сёстрах, а потому, что мы такие, потому, что мы прославляем такую жизнь. Она хочет плохого парня, который бы понёс её модную сумку, купил бы ей то, купил бы ей это. И клянусь Аллахом, это то, что мы хотим. Клянусь Аллахом, мои сёстры, вы думаете, эти женщины счастливы? В Аллахе я знаю одну сестру, которая завидует каждой женщине в своём окружении. Она завидует каждой женщине. Машины, вы смотрите лишь в журналах одежду. Хотите только, клянусь Аллахом, то, что одевают знаменитости. Сумки, обувь у вас, новые каждую неделю. Но она звонит мне и ноет, что её муж изменяет ей, и что она ничего не может поделать с этим. Или что её муж ушёл с друзьями, уже как два или три дня, и не возвращается домой, уже два-три дня. Да, вид снаружи очень красивый и притягательный мужик. Но что внутри? Что внутри? Если эта дунья — измерительная планка для вас, мои братья и сёстры, если ценность твоего мужа или качество твоего мужа основывается на дуньи, которую он даёт тебе, тогда ваш любимый пророк был одним из худших мужей со своими жёнами. И разве я позволил бы себе так сказать? Разве я позволил бы себе такое сказать? Ауузу билля, разве пророк был худшим со своими жёнами? Он сказал, лучший из вас тот, кто лучше относится к своим жёнам, а я лучший со своими жёнами. Какую дунью он им дал, моя сестра? Какую дунью? Аиша говорит в достоверном хадисе, обращаясь к племяннику своей сестры, Урви. Она говорит, клянусь Аллахом, мы видели молодой месяц, затем ещё один молодой месяц, за ним ещё один молодой месяц. Два полных месяца. Два полных месяца прошло. Два полных месяца прошло, и она говорит, и за всё это время не разжигался огонь для приготовления пищи ни в одном из девяти домов пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А сёстры мне постоянно говорят, я мечтаю выйти замуж за пророка. Сестра, прошу тебя, прошу, успокойся ради Аллаха. Прошу, успокойся. И Урва сказал, о тётушка, два месяца, что же поддерживало вас? Она сказала ему, мы выживали на финниках и воде в течение двух месяцев. Однажды у них разгорелся спор. Однажды его жёны собрались вместе, и они начали расспрашивать, о пророк Аллаха, как ты думаешь, может ты немного увеличишь уровень нашей жизни? Пророк однажды увидел Аишу, да будет доволен ей, о Аллах, поевшую дважды в один день. Дважды в один день. Почему ты ешь? Он сказал ей, Аиша, я вижу, что ты ничего не сделала за весь день, кроме как поела. Сегодня это же просто драма какая-то. Брат, уже три недели, а мой муж до сих пор не отвёл меня в ресторан. Он сказал, Аиша, я вижу, что ты ничего не сделала сегодня, кроме как поела. Итак, однажды его жёны собрались вместе, и они сказали, посмотри, мы же не просим тебя о дворцах, но не мог бы это немного повысить уровень нашей жизни? Аллах, при чистом Всевышний, не спасал аят. Аллах, при чистом Всевышний, сказал пророку Аллаха, скажи им, скажи им, скажи своим жёнам, если они ищут эту жизнь, если они ищут роскошь этого мира, то скажи им, пусть приходят, мы отдадим им их права, ты разведёшься с ними, как подобает, и пусть они идут и ищут своё богатство. Но если они ищут Аллаха и следующую жизнь, то скажи им, в любом случае, вот он, этот путь. Клянусь Аллахом, мои братья, я могу разговаривать всю ночь, но, сёстры, клянусь Аллахом, я недавно вернулся с Умры, я вернулся с Умры недавно. Знаете, даже в нашу религию, как мы предполагаем, что она чистая и красивая, мы впрыснули мирское. Вы видели сейчас эту моду? Сёстры надевают модные шарфы поверх хиджабов и никаабов. Взгляните, это не харам, давайте будем честны. Ясно, что это не харам, но, в Аллахе, просто подумайте, куда мы катимся, братья, куда?